Если у вас нет больше вопросов, идем дальше. С нами ли Россия сегодня? Добрый день, Мария Владимировна. Наталья Пшеницына, Радио Спутник. Да, я слушаю вас. Какие функции будут у миссии российского миротворческого контингента в Карабахе в новых условиях? Сохранится ли он? Ждать ли в ближайшее время трехсторонних переговоров между Россией, Арменией и Азербайджаном? Так, это Спутник. Я вообще, правда, про Ария Новости говорила? Или еще раз? Повторите, вы Спутник? Радио Спутник. А, все, я просто, я поняла, приглашала Ария Новости, но ничего страшного, сейчас мы ответим и на ваш вопрос в том числе. Одну секундочку. Сейчас все будет. Так, значит, относительно миротворческого контингента, да, насколько я понимаю. Ситуация в Карабахе за последний год, как вы знаете, как мы об этом неоднократно говорили, кардинально изменилась. В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территории, переподтвердил свою позицию на саммитах Брюсселя в мае и июле текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после боестолкновений 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована. Ну, собственно говоря, об этом недавно говорил президент Российской Федерации. Уже свернут ряд стационарных, временных, наблюдательных постов российского миротворческого контингента. Принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже об этом говорили, обсуждаются с Баку. Относительно возможности проведения нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Арменией и Азербайджаном, мы вас будем держать в курсе, и когда даты появятся, и форматы, мы объявим о них обязательно. Так, с нами Лев все-таки...